Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями нашего Одинцовского района. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы вместе, повторюсь, стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни района. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня представители общественной палаты Одинцовского района Светлана Геннадьевна Налепова, очень хорошо уже известная нашим зрителям. Здравствуйте. Ответственный секретарь, как я и сказал, и Оксана Юрьевна Артюхина. Добрый вечер. Здравствуйте. Оксана Юрьевна у нас тоже человек весьма известный в районе, но теперь вы уже и член общественной палаты. Правильно? Да, все верно. А давайте вот немножечко начнем не по теме. Мы вообще сегодня НКО будем обсуждать. Некоммерческие организации, Совет НКО, который работает при общественной палате и так далее. Что у вас вообще в планах, как вы работаете? Ну, в общем, найдем о чем поговорить. А начнем давайте вот не с НКО, а с вас. Оксана Юрьевна, вы у нас, как я уже и говорил, несколько лет работаете в рамках общественных организаций. Самый, наверное, известный ваш проект — это «Супермамочки». А теперь вот общественная палата. Почему? Действительно, три года я являюсь как председателем областной общественной организации «Супермамочки». В общественную палату подала документы, потому что живу в городе Одинцово с самого рождения, очень неравнодушна к нашему городу и району. И считаю, что благодаря тому, что я сейчас член общественной палаты, можно, объединившись с общественниками, быстрее находить решения на те или иные проблемы, как-то более организованно подходить и масштабнее к организации мероприятий в нашем районе. Ну и лишний раз показывать своим примером, что любой житель может на самом деле решать что-то во благо своего города, района, дома, двора и быть неравнодушным. Вы знаете, на самом деле, вот есть почему-то довольно устоявшаяся такая точка зрения, что в обществе у нас, что вот есть мы, люди простые, а есть какие-то волшебные блатные люди из телевизора, которые решают все проблемы. Оксана Юрьевна, вы не блатная случайно у нас? Хочу просто помять, не блатная. Вы ведь занимаетесь этим делом. Вам вот захотелось, да, и вы пошли заниматься вопросами детишек, мамочек, которым нужна какая-то помощь. Не обязательно там что-то серьезное случилось, но просто консультация какая-то, правильно? А вот у вас получается, как у обычного человека, заниматься подобными вопросами? Ну, на этот вопрос, наверное, хорошо бы ответили мамочки, которые в нашей организации и вообще мамочки нашего города. Ну, я считаю, что да, получается, потому что действительно помогаем, делаем мам, детей счастливыми, когда ты видишь улыбки детей и родителей. Получается, значит, у тебя получается. На самом деле я с Оксаной соглашусь с самым главным, которое предложение я услышала сейчас. Это вот как раз объединение, объединение и организации, и людей делает возможным решение каких-то вопросов. Вопросов серьезных, которые меняют жизнь к лучшему не только тех, кто этим занимается, но и всех жителей нашего района, нашего города. Оксана, почему пригласили сегодня мы Оксану, сегодня в эфир на вот эту вот тему? Мы собираем сейчас, благодаря некоммерческим организациям, которые состоят в Совете НКО и Общественной Палаты, их сейчас 34 у нас уже, собираем различные проблемные вопросы, системные. И когда их накапливается большое количество, мы понимаем, что нужно проводить встречи с органами власти, с надзорными органами, как-то решать эти вопросы. И самыми активными у нас оказалась Оксана с ее организацией. В этот раз, я надеюсь, остальные тоже подтянутся, загорятся. Я надеюсь, что ваше взаимодействие в рамках Совета НКО, ну и вообще Общественной Палаты с властями, ведь не ограничивается случаями, когда какая-то проблема уже просто через край хлещет. У вас же наверняка есть какие-то просто предложения базовые, которые вы доводите до властей, правильно? — Безусловно, да. Не всегда же нужно говорить только о проблемах. Можно и радоваться совместно каким-то положительным результатам. На самом деле мы благодаря поддержке Общественной Палаты открывали комнаты мамы и ребенка в нашем городе и объединялись мамы других организаций с нами вместе. Это здорово, когда люди объединяются, когда общественники объединяются. Это вообще вдвойне сговорилось. — Давайте мы тогда вот, собственно, про эту платформу, нашу базу, на которой вы работаете, и поговорим, то есть про сам Совет НКО. Наверное, Светлана Геннадьевна, к вам этот вопрос. Мы уже, конечно, говорили, если не ошибаюсь, два эфира об этом деле, но всегда приходят какие-то новые телезрители. Давайте обновим немножко в их памяти, что это вообще такое. Совет некоммерческих организаций при Общественной Палате. Что это? — Такая маленькая история. Совет НКО больше года. Почему он вообще возник? Возник в тот момент, когда из правительства Московской области к нам приехали, из главного правительства социальной коммуникации, целая комиссия рассказала всем общественникам, общественных организаций собрала и пыталась рассказать о том, подробно донести, что общественным контролем сейчас по закону, общественным контролем может осуществлять только Общественная Палата Одинцовского района, области, соответственно, какие-то муниципальные образования, городских округов, но не могут это проводить общественные организации. Честно говоря, стало обидно над этим вопросом. И появился такой стимул все-таки помочь, объединиться с профессионалами своего дела. Откликнуло сразу достаточное количество организаций. Мы предложили создать совет НКО и вместе по проблемным вопросам осуществлять общественный контроль. Первые вопросы, конечно, поступило предложение заняться доступной средой. Потом подключились и ветеранские организации, то есть ветераны с нами в большом количестве. И когда мы поняли, что несколько НКО часто берут одну сферу, например, в сфере семьи и детства у нас несколько некоммерческих ярких организаций в Одинцовском районе, мы поняли, что объединяя их, можно охватить весь район. В любом случае, где-то находятся представители организации и смотреть, как там. Например, в поселениях одна проблематика, в Одинцово об этом вообще речи нет. Или в Одинцово, потому что большая инфраструктура, большой город, большое количество людей, плотность населения, есть проблемы. А, допустим, в поселениях нет. В некоторых поселениях нет проблем с детскими садами. Да, в некоторых они, наоборот, очень остро стоят. Да, в некоторых просто нет. И говорят, нам не нужен детский сад, потому что уже достаточно. И у нас есть места, пожалуйста, хоть из других поселений приходите. Да, и ясли тоже есть. А я правильно понимаю, то есть получается, что общественная палата, ее база, которую она предоставила, вот эта платформа Совета НКО, это единственная подобная платформа в Одинцовском районе для некоммерческих организаций, вот какое-то взаимодействие они осуществляют через нее. Ну, в Одинцовском районе, конечно, потому что объединения по различным сферам, такого в принципе нет, и пока нет нигде, даже в области. Потому что у нас есть ассоциации, которые объединяют областные по различным тематикам. Например, ассоциация многодетных семей, которая возникла недавно, в прошлом году буквально. И вторая яркая ассоциация, это объединение родителей инвалидов, детей инвалидов, ОРДИП. И фестиваль проходит уже второй год, который мы помогаем, подключаемся, проводим. Вот такое объединение, которое включает в себя несколько, все сферы, наверное, деятелей общественных организаций, такая первая. Впервые такой пробный, за нами наблюдают, и мы рассказываем о своем опыте. Мы проводим различные мероприятия, например, очень яркое мероприятие «Благотворительный забег. Я бегу, ребенку помогу». Сюда подключались вообще все, и молодежные организации с нами бегали, и супермамочки, и много нас, и мамина помощь. То есть вместе со своими детьми. И у нас есть, если из этой же сферы, если мы сейчас эту тему поднимаем, совсем недавно образовалось сообщество родителей Одинцовского района, тоже очень активно, прямо с первых дней они просто включились. И с удовольствием везде подключаются и работают с нами. Получается, что действительно довольно много, вот вы сейчас даже перечисляете, получается ассоциация родителей, да, организация людей, которые занимаются вопросами многодетных семей. Вроде бы, вроде бы, разное направление, но на самом-то деле очень похожие. И наверняка мероприятия, которые можно объединять под эгидой различных организаций, как раз-таки теперь, благодаря Совету НКО, можно вот так вот быстро, оперативно организовывать. Очень много оказалось возможностей именно вот у этого объединения. Кроме того, что мы выходим сейчас на большие мероприятия, и областные, в том числе, с помощью наших общественных организаций. А если не секрет, какие, например? Ордип, например. Это вот фестиваль, самая главная ассоциация детей и инвалидов. Дальше мы сейчас проводили совсем недавно «Вселенная по имени Мама» с помощью фонда Оксаны Федоровой, тоже вместе с некоммерческими организациями. Что еще было? Помогали город, город профессии участвовали. Это уже такое небольшое мероприятие. Здесь у нас в Одинцовском районе было. Ну, то есть можно, в принципе, еще назвать конкурс многодетных. Помните, мама, конкурс многодетных мам. У нас был конкурс красоты, который. Сейчас еще одно мероприятие готовится, не буду сейчас о нем говорить. Большой сюрприз. Тоже большое мероприятие. По поводу даты еще ведется вопрос. Но, наверное, все-таки, не знаю, мне больше нравится благотворительный забег, потому что, первое, дети выходят, они занимаются спортом вместе со своими семьями. Во-вторых, паралимпийский забег, который, где дети, колясочники, такого тоже нигде нет. То есть очень много чего нового. Корпоративные команды, которые сейчас в этом году включались, это тоже новое. Я тоже, например, нигде такого не видела. То есть очень новые такие продукты возникают, уникальные. Благодаря всеобщему уму. На самом деле очень важно не просто объединяться на проведение мероприятий, а, на мой взгляд, очень важно, что мы объединяемся, мы можем решать еще совместно какие-то проблемы, которые в любом случае есть в нашем районе, в нашем городе. И у каждой общественной организации есть перечень вопросов. И опыт самое главное решение в тех или иных вопросах. И нами уже было неоднократно в рамках Совета НКО проведено не один круглый стол, который не один раз доказал, что зачастую мамы или просто родители не осведомлены по многим вопросам. Отсюда и возникают какие-то проблемы или недопонимания. И когда мы все объединились, стало легче намного, стало как-то доступней. Еще, наверное, одна возможность появилась, когда Совет НКО мы тут выяснили, наверное, да. Так как у нас очень много специалистов, много общественных организаций, мы сейчас проводим семинары по повышению, допустим, квалификации руководителей. Вот недавно проводился семинар, мы приглашали специалистов по получению грантов, оформлению документов, чтобы в нам в район приходили какие-то средства по поддержке, чтобы могли помогать тем же самым детям, мамам, еще чем-то. То есть мы вот такой вопрос делаем. Сейчас находим, есть ресурсы, где проводить какие-то мероприятия, лекции, нам помогают предприниматели. То есть мы еще объединяем как бы с предпринимателями общественной организации. Еще одно вот такое направление появилось. Я думаю, что мы сможем сделать просто уникальный продукт. Я предлагаю еще рассказать про нашу, да, у нас уже он есть. И вот мы иногда обнаруживаем, как вот сейчас недавно получилось, мы обнаруживаем, что у нас столько опросов накапливается, и нам одной встречи, например, по здравоохранению одного круглого стола недостаточно. А как часто вы с Ирландом Геннадьевым вообще собираетесь? Мы должны собираться каждый месяц, но мы честно не успеваем. У нас такое количество возникает сейчас круглых столов, там по два-три какие-то мероприятия. И мы понимаем, что вот-вот-вот-вот у нас есть план, по которым мы идем. И, наверное, мы уже три месяца назад встречались как в заседании, а встречаемся друг с другом постоянно. Ну, в общем-то, работа, получается, идет. Работа идет, не обязательно приличный контакт. Она просто не останавливается, особенно с мамочками. Это самое активное у нас сообщество. Вы сейчас обмолвились, что у вас какой-то проект, о котором вы хотели бы рассказать. Вот минуту где-то назад. Я не про проект. Я просто говорю, что у нас был такой момент, когда накопилось столько вопросов, и что нам пришлось, именно, допустим, по сфере здравоохранения, что нам пришлось встречи разделять на несколько круглых столов. И мы эту серию еще не довели до конца. То есть у нас еще одна тема, которая не открыта. То есть мы отправляем в такой степень управления. А как правило, Светлана Геннадьевна, вот как раз насчет того, куда вы отправляете решения, так скажем, свои. Вот как правило, круглые столы чем у вас заканчиваются? Чем у нас заканчиваются круглые столы? Конечно. Вы ведь либо какие-то вопросы можете самостоятельно решить, организационного характера, либо вам ведь приходится наверняка обращаться к местным властям муниципальным. Если самостоятельно, мы вряд ли что-то такое... Что мы самостоятельно можем решить, мы это вообще не выносим. Просто берем и решаем. Все, что требует встречи с органами власти, в данном случае, с представителями здравоохранения, мы встречаемся. Мы встречаемся с руководителями медицинских учреждений, с руководителями управления образования и управления нашего территориального здравоохранения, министерства. Наши вопросы изучают и помогают нам же систематизировать, потому что очень часто, понимаете, мы же опрашиваем, приходят обращения, это огромным количеством к нам поступают, и мы стараемся на свое, на свои знания и умения это привести в порядок и отправить нас с удовольствием. И помогают нам и в управлении, и, если нужно, и в министерстве. Все это делится на несколько встреч, и мы начинаем работать, приглашаем и тех, кто, может быть, не помогал готовить, но готов послушать ответы и задать их уже органам власти. Все, что на ответы, которые мы не получаем, мы отправляем в дополнительный запрос. Либо это дополнительная встреча, часто это просто вот два-три человека по какому-то определенному вопросу. Есть проблемы, которые еще решатся, я думаю, не скоро. Ну, такие вопросы есть всегда. Некоторые сиюминутные вопросы, некоторые, к сожалению, такие, к которым приходится приложить большие усилия и много времени. И много времени. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о Совете НКО, который действует при Общественной палате Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения не обязательно по этой теме, по любой, звоните. Наш телефон 508-86-84. Любое ваше обращение, повторяю, даже не связанное напрямую с нашей сегодняшней темой, мы воспринимаем как официальное обращение в Общественную палату Одинцовского района. 508-86-84. Звоните. Светлана Геннадьевна, Оксана Юрьевна, вопрос насчет Совета НКО по составу его. Вы сказали, что там действительно много. Сколько вы сказали? 34. 34 организационные. Это огромное количество. Причем это же, конечно, не все НКО районы, я так понимаю. Это только те, которые с вами работают. Да, и которые очень активные. Потому что если слышат, то люди подключаются сразу же. А если поговорить об их конкретных направлениях, то что это, как правило, за организации? Я понял, что есть очень мощный такой сектор социальный, где молодые родители и вообще вот это вот родительство. Именно семьи детства. Да, да, да. Семьи детства можно так обобщить. А какие еще направления у нас есть? Ну, у нас, если от этого потихонечку идти, да, у нас есть Одинцовское отделение Женщины России, например, тоже, которое подключается. Но здесь у нас Котович, Надежда Николаевна, руководитель, она же и в общественной палате, они очень активны в направлении здравоохранения. И одно из самых главных направлений – это вот профилактика онкологии. Онкологические заболевания, и они просто вот над этим направлением работают очень-очень серьезно. А именно сейчас продолжим эту тему. Давайте примем звонок от нашего телезрителя и поговорим дальше. Давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мы живем в Северной, 48-50, у нас есть помойка, да, ну, мусор в войску, да. Никогда такой грязи не было. Почему у нас такая там грязь, а находится рядом детская площадка, хотя она тоже изрыта вся как кротами, света нет, косить редко, машина вся разломанная, деревянная, это не площадка. Мы раньше звонили, чтобы нам сделали площадку. Все нас говорили, что нас, ой, да вас все равно ломают. Когда был Шойгу, нас должны были ломать и перечислили. Вот в этом году как бы построить, вот где перенесли на Жуково там, должны были туда переселить. Но все это затихло. И вот эта детская площадка все приходили, убрали, где у нас там горка была, внучка порезалась. Сейчас она изрыта как кротами, песочка есть, трава по колено не выйти туда нет, вечером темнота. И помойка. Прошу прощения, немножко недопонял. А при чем есть Шойгу, Минобороны? Ну, он сказал, наши дома ломают. Три дома были, и мы звонили такой госпожей Рыбаковой, нам говорил, все в силе, в силе, в силе, а теперь сказали, нас нет. И все нам говорили, это вас скоро ломать все равно. Я хочу сказать, у нас и детская площадка, непонятно что, и помойка. Вы знаете, невозможно. Раньше у нас там убирались муж с женой, там было хоть кушать. Ну, теперь такая грязь на помойке, просто страшная. А у вас какие-то сроки переселения обозначены конкретно? Ну, теперь уже сказали, все, отпало. Вот нас должны были где, сломали, вот, по Жукову 2331, там нам должны были построить. Прямо было конкретно сказано. А потом все это заблок. Ну, дело не в том, мы живем, пускай, ну, какая у нас сейчас помойка, я вам передать не могу. Просто и рядом детская площадка. Там не то, что, и никогда такого не было. Мы, наоборот, гордились всегда ей. Скажите, пожалуйста, а где же вам, а где конкретно вам так ответили, что вас и так сейчас вот-вот сломают, зачем убирать? А сейчас нет, уже все нам откроют. Я понял, а где вам такой ответ-то дали? Это в управляющей компании? А это вот, когда остановился Шойгу, тут встал, и он сказал, мы будем сносить все пятиэтажки. Это газета была. А вы у Рыбакова, спросите, госпожа Рыбакова, мы всегда звонили в архитектурный, нам говорили, нам прямо в газете было написано, 46-й, 48-й, 50-й переселение, вот конкретно 17-й год было. Вот эти два дома ломают к больнице, перенесли, и все говорили, что вас скоро сломают. Шойгу сказал, что здесь дорогая земля, в Абихинске лес, у нас все пятиэтажки, все, вы в газеты прям приходили. Скажите, пожалуйста, у меня тут представитель общественной палки спрашивает, а к вам как обращаться можно? Ольга Ивановна. Ольга Ивановна. Ну, в принципе, надо, конечно, смотреть. Мы передадим в соответствующую профильную комиссию. Со стороны, вот чисто... Можно вам скажем? Конечно, сейчас, Анген, я вам передам слово. Просто вот чисто со стороны кажется дикой историей. Вот как вы рассказываете, это дико звучит. И в любом случае у вас должна быть какая-то управляющая компания, да неважно, кто бы не занимался вашей территорией. Ну да, но такого у нас не было. Как вы говорите, не вывоз мусора. Нет, он вывозится. Но вот, чтобы пусть у него убрать, там просто все рассыпается. И, в общем, там жуть. Просто жуть. Это управляющая компания недоделки. Ольга Ивановна. Я не знаю, кто, но просто у нас такого никогда не было. Ольга Ивановна, послушайте, пожалуйста. А вы можете свой телефон оставить? Только уточнить, чтобы там все нормально записали. И чтобы мы смогли к вам приехать, посмотреть. Мы записали телефон. Да, пожалуйста, чтобы проверили, чтобы было правильно. Вот этот площадок у нас не свет или нет, не сам рядом с помойкой. Да, согласна. А еще можно, да? Конечно, говорите, пожалуйста. Ольга Ивановна, мы просто сейчас как раз, вы прям позвонили, как будто знали. Как будто знали, да. Мы сейчас оглядываемся с Оксаной. Мы сейчас как раз с Советом НКО, Общественной палатой проводим мониторинг детских площадок и спортивных. Вот уже спалим по лесному городку. Сейчас активно проводит команда Оксаны по Одинцово. Поэтому мы к вам приедем. У нас очень много детишек, очень много. Отлично, тем более. Я на самом деле, Ольга Ивановна, спасибо вам большое за звонок. И я не удивлюсь, если уже в мониторинге есть эта площадка, потому что по Северной работали мамы нашего патруля и проводили мониторинг. И действительно есть над чем работать в Одинцово. В общем, вы знаете, дело в том, что, ладно бы они были просто некрасивыми, но детские площадки, мы все знаем, кто такие дети. Это абсолютно неукротимая энергия, это иногда даже через край, да. И детские площадки – это места, где детишки находятся, ну, по много часов в день. Это места, где, извините, если у нас там действительно все старое, гнилое и с торчащими гвоздями, где дети могут пострадать. Тут уже дело не об эстетике и не там наполнении формами. О безопасности, да. О безопасности. Очень важно, на самом деле, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, сказать жителям, что действительно жители каждого двора могут обращаться в общественную палату по проблемам детских площадок, потому что, как никто, именно жители, мамы с детьми гуляют ежедневно на площадках и могут увидеть ежедневно какие-то поломки, которые действительно возникают даже после реконструкции детской площадки. У нас есть адреса, по которым МБУ, например, говорит о том, что вот они каждый день выезжают, то есть они ремонтируют, кто-то ломает опять, они ремонтируют, кто-то опять ломает. То есть эти все обращения могут от жителей поступать в общественную палату, мы будем брать на контроль. Но есть еще проблема, заключающаяся в том, что вечерами выходят другие жители на детские площадки и оставляют большое количество мусора. И вот пользуясь прямым эфиром... Ну это же вопрос правоохранительных органов. Мы же не можем самостоятельно... Хочется все-таки к жителям обратиться. Потому что детская площадка не предназначена для того, чтобы на ней отдыхать взрослым людям и праздновать там свои праздники, потому что с утра выходят дети, и порой службы с утра не могут успеть физически убрать детскую площадку. Отсюда мы сталкиваемся с тем, что мамы берут и убирают сами. Потому что, ну, существуют проблемы там бутылок, окурков и так далее. Ну и уж не будем говорить о том, что это вообще не вполне, как вы правильно сказали, этично. Особенно в летнюю пару не давать людям спать шумными, веселыми там застольями и так далее. Ну, к сожалению, проблемы есть. Это просто не по-людски, это по-свински, если будем откровенно говорить. У нас есть еще один звоночек. Ольга Ивановна, спасибо большое, что вы нам позвонили. Общественная палата взяла, конечно, на карандаш ваш адрес. Потом обязательно нам тоже позвоните и расскажите в прямом эфире, что у вас получилось. А сейчас подавайте, примем еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела... Я бы хотела... Ксеник. Очень приятно. Я хотела бы спросить, я знаю, что Супермамочки проводят мониторинг этих площадок, и после них проводились ремонтные работы. Но не везде это добросачественно делается. То есть, либо это закрашивается разными красками не до конца, либо не схищает старая краска, поверх наносится, и все это буквально через день, через два приходит в исходное состояние. А где-то это действительно очень красиво покрашено, выведен каждый рисунок. Вот у меня вопрос. Почему так? Мы сейчас, конечно, Ксении дадим слово Ольге... Ой, прошу прощения, Оксане Юрьевне. Ксения, давайте вот я просто со стороны тоже обывателя скажу свое мнение. Как правило, это, конечно же, зависит от управляющей компании. Если бы у нас была какая-то гигантская, огромная организация, которая занималась бы всем, а все равно было бы так же, потому что пришлось бы на управление делить, и разное управление возглавлялись бы разными людьми. Это зависит исключительно от доброй воли конкретного человека, который занимается вашим адресом. Где-то Оксана Юрьевна со своей организацией, со общественной палатой пришла и сказала, вот здесь нельзя делать так. Человек, который над этим находится, он посмотрел, сказал, боже мой, действительно, что-то не то получилось. Пришел и сделал пост, будучи хозяйственником и честным сотрудником, работником, сделал так, как надо. А другой посмотрел, и боже мой, опять они пришли, опять им что-то надо. Ну все, раз-два, помазюкали, хорошо, галочку поставили, мы закончили. Я думаю, что правильно будет, если вы действительно заметили, что под каком-то адресу недобросовестно проведена работа, звонить, опять же, во-первых, нам, во-вторых, в общественную палату, и в-третьих, это, если мы уже говорим про НКО, да, супермамочки, звонить супермамчикам и говорить, слушайте, спасибо за вашу работу, но вот недоделки, это не то. Я так уверен, Оксана Юрьевна, что у вас, конечно, адресов-то полно, да, но наверняка у вас же дело не в количестве, а в качестве, правильно? Да, как раз-таки мы сейчас занимаемся тем, что уже вместе с общественной палатой проверяем тот перечень работ, который был проделан по реконструкции детских площадок за период с апреля по июнь, и заканчиваем эту проверку, и как раз о том, о чем говорит Ксения, действительно, есть площадки, на которых просто рисунки красивые закрасили, и это вызвало очень большой резонанс среди мам, потому что, ну, как бы нет художников на некоторых участках для того, чтобы разукрасить, поэтому наши мамы готовы разукрашивать площадки, поэтому будем работать, Ксения, обещаем, приведем город и район в порядок. Спасибо за звонок. Да, Ксения, спасибо большое за звонок. Я даже полагаю, что если у нас действительно есть какая-то, я так понимаю, речь идет о каких-то технических сооружениях, которые там, ну, котельные, условно говоря, да, которые какими-то граффити красивыми расписаны и так далее, нет? Нет, это детские городки. У нас в городе очень много детских городков, на которых есть красивые рисунки персонажей из мультфильма. А зачем же их закрашивать? Не могут восстановить. Не могут восстановить и закрашивают. Закрашивают, к сожалению, так, что все равно видно сквозь краску рисунок. Естественно, возникает вопрос, зачем действительно закрашивать, когда проще восстановить, или тогда нужно закрасить так, чтобы было не видно. То есть, вот, есть такая небольшая проблема, но уже были проведены ряд переговоров, поэтому будем устранять. Скажите, я понимаю, если, вот, допустим, человек просто житель, там, допустим, дома, да, он, конечно, не может прийти и начать на общественной собственности, да, на муниципальном каком-то здании начать что-то молевать. Ну, потому что это называется, как бы красиво это не выглядело, это называется, в общем-то, хулиганство. Да, и вандализм. А если, вот, опять же, этот человек член НКО, предположим, или общественной организации, или он просто обратился к ним и через него. Любой человек, да, может обратиться в органы власти. Так, можно как-то договориться, чтобы это было оформлено правильно и законодательно. Ну, да, в виде обращения в органы власти и, самое главное, в управляющую компанию, кто за это отвечает. А есть прецеденты, когда действительно получалось это сделать? Есть. Самое яркое, ну, правда, я от себя лично писала, как бы, знают в поселении, когда я просто написала о том, что, господа, есть вопрос по опасной горке в поселении, и на следующее утро убрали. Это самое яркое, я такого вообще никогда не видела. Это лесной городок был. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Я житель города Одинцова и очень часто смотрю нашу Одинцовскую передачу. У меня возникает вот такой вопрос. Я воспитываю внука, да, и у нас почему-то одна горка ледяная стоит возле администрации. А почему у нас в детском парке нельзя поставить такую же горку? А, ледяная горка. Такая большая территория, а горки ледяной там нету. И она вообще пустая. Там почему-то, где вот там как-то был вот этот дельфинарий или еще что-то, да, и вот зимой там пустырь, сплошной пустырь. Котка нету, не зальют. Там нету горки ледяной, а территория пустая. А мы куда-то должны все собираться толпой, для того, чтобы только вот площадь к администрации подойти. Понял вопрос, спасибо большое. А, еще один вопрос, я так понимаю, у вас есть. Можно сказать, походу по второй такой вопрос. Конечно, давайте. Смотрите, возле каждого дома жилого, я живу на Можайской, 65, возле каждого жилого дома есть детские дворы. Их вот, да, не ухаживают, как-никак, там все-таки красят, все-таки качели, делают песочек, плюс все нормально. Но почему-то там еще вечером и утром, рано утром, пока дети в садике или дома, выгуливают собак. Неужели нельзя так предварительно поставить какие-то камеры, заснять все вот это и штрафовать, ведь как в других странах есть. Никто не убирает за своими собачками. Я за животных, я их люблю, я их уважаю и прочее. Но завел собаку, ухаживай, ребенок с мячиком бежит. Ну, конечно, животное-то и животное, и за ним, конечно, следы остаются. О чем здесь речь будет? А ухаживать надо, с пакетиком ходить, завел животное, следи за своим животным. Тем более, что, вы знаете, нам не нужно особо оглядываться на другие страны. В России безумное количество камер установлено во дворах, как раз-таки в том числе не только для безопасности, но и для этой цели. В частности, в столице, в Москве у нас этих камер просто не верят. А на Крылья-Горке 8, который у нас двор большой, и вот это, где Можайский 65 дней, там камеры нет. То есть, что хотят, то и творят. Студенты идут в институт, в университет, и мимо вот этого всего прочее, и никому дела нету. Понял я ваш вопрос. Значит, первое, вы спрашивали о ледяных горках, и второе, вот про камеры. Давайте мы с последнего вопроса и начнем. Я ведь так понимаю, что у нас есть несколько проектов в Московской области, в том числе в Одинцовском районе, которые как бы о другом, я в частности о безопасном городе говорю. Но, в общем-то, можно ведь, наверное, как-то и совместить, правильно? Ведь действительно, выглус собак на детских площадках, но это что-то из ряда. Это технически, конечно, понимать, насколько это возможно, да, но все самое главное, наверное, все-таки это добросовестность людей, которые делают. Я знаю, просто мы, когда только начинали работу в общественной палате, объезжали поселение, знакомились с главными поселениями. Не все, конечно, поселения мы объехали, у нас большой район. Мне очень понравился опыт заречья поселения, где, ну, есть же бюджет у людей, где для удобства как раз тех жителей, у которых есть животные, собаки выгуливают, да, есть специальные пунктики на площадочках, где стоят с пакетиками, где можно убирать, например, да. То есть, если вот это вот, может, вот такое предложить, комиссии по экологии предложить, вот такие вещи, а насчет камер, не знаю, что будет дешевле. Вы знаете, насчет того, что вы сейчас сказали, может быть, и так, конечно. Это удобно, да. Вы знаете, на самом деле, культура, да, с этим, не то чтобы прям беда, конечно, но у нас еще есть пережиток 90-х и начала 2000-х годов, когда государство то ли было, то ли его не было в плане, вот, знаете, каких-то муниципальных, да, работ непосредственных. И многие люди, действительно, понимая, что они безнаказаны фактически, творили, как сейчас молодежь говорит, трэш, полный трэш. И, в общем, творят по старой, видимо, памяти до сих пор. Но, тем не менее, вот, смотрите, про собачек привели пример, да, с одной стороны, я прекрасно понимаю, действительно, ну, кому охота вот со своим ребенком идти на площадку, на которой происходит вот такой ужас. А с другой стороны, людям ведь тоже надо куда-то собак выгуливать. Так что надо какой-то комплексный подход. Не просто, знаете, там, запрещать, не пущать, сидите со своими собаками в одном ку-дому. Нет, конечно. Да, ну, какие-то решения, конечно, нужны. У нас есть еще один звоночек. Пожалуйста, никуда не уходите. Давайте мы просто ответим на предыдущего человека, да, он нам задал вопрос, значит, ледяной горки в центре города. И потом мы с вами тоже поговорим. Это предложение администрации как раз малышка, да, я понимаю, что его учили в парке малышок. Это просто именно на их усмотрение. Я думаю, тут еще ведь, может быть, и в бюджет упирается, потому что, ну, сделали действительно, зимой было красиво, да, в центре города. Ну, конечно, в каждом дворе сложно это ставить. Да, на мой взгляд, есть примеры дворов, где жители сами организуют горки, и парк малыш не так далеко находится от администрации. Я думаю, если бы сейчас позвонили жители, например, восьмого микрорайона, да, и спросили про горку, я бы как бы чуть-чуть согласилась. Тут все-таки, мне кажется, можно дойти до администрации. Вот в этом, да, действительно, есть нюанс. Но инициатива жителей, это хорошо. Смотрите, Александра Юрьевна, город-то огромный. Продолжение-то хорошее, правильно. Если про одно только Одинцово говорить, даже не про район, а про город Одинцово, город-то большой, и вот, допустим, в центре у нас действительно есть такое вот большое место, позитивное, веселое и так далее. Ну, смысл, конечно, через два шага такой же делать, наверное, нет. Может быть, имеет смысл какие-то кластеры делать в плане отдыха. И еще один звоночек у нас есть, давайте поговорим со следующим нашим телезрителем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы обратить ваше внимание вот на адрес Можайское шоссе, дом 131. Там, за домом, там есть замечательный такой сквер. Ну, вы знаете, он заброшенный, там лавочки уже, я не знаю, стоят в землю врытые, одна выше другой. Сидеть там неудобно ни пожилым, ни мамочкам с коляской, то есть они врыты в землю. Мусоросборники, они все дырявые, знаете, прогнившие уже, деревья не стриженные, не подстриженные. То есть, вы знаете, само место замечательное, но оно на самом деле, вы знаете, оно просто вот брошенное. Ну, требуется уход, конечно, о чем речь. Вы знаете, спасибо большое за звонок, за то, что конкретный адрес назвали, это всегда очень помогает. И телефончик, пожалуйста, оставьте свой. Да, у нас специалисты записывают непосредственно все телефоны. Посмотрим, включим как раз в объезд. Спасибо вам большое. Я думаю, что здесь, вероятно, соответствующая профильная комиссия выехает на место, посмотрит, что там происходит. Да, 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 здесь просто нужно выездить, посмотрим, может, как раз там можно что-то сделать. Тем более, у нас сейчас проект идет, конкурс по благоустройству, такой проводим в общественной палатами совместно с архитектурой. И вот именно вот этот адрес может как раз и можно в предложении включить, до 31 июля принимаются заявочки. Ведь если этот объект, земля и так далее, этот парк находится на чем-то учете, то очевидно, что эта организация должна заниматься его благоустройством, облагораживанием в перспективе и вовсе развитием, правильно? Да, как раз то свое время. Может быть, конечно, там проблемы с кадастровым учетом, ну, сами понимаете, ну, а что мы будем вилами по воде водить? Наверное, нужно в профильную комиссию передать. Главное, что повторюсь, спасибо большое, что вы конкретно адрес назвали, это очень всем поможет и в общественной палате, и нашим корреспондентам информационной службы новостей, если они будут работать по этому направлению. Ну что же, у нас, к сожалению, закончилось уже время нашего эфира, очень плодотворная беседа, получилось много звонков. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня мы говорили о совете НКО, который действует при общественной палате Одинцовского района. Кроме того, затронули несколько вопросов, ну, сторонних, но все равно очень интересных и важных, которые непосредственно вы нам задавали в прямом эфире. Если у вас, повторюсь, остались какие-либо вопросы, предложение 508-86-84, это наш телефон, он действует на протяжении всей недели, не только прямых эфиров, пожалуйста, звоните. Или напрямую сразу обращайтесь в общественную палату Одинцовского района, у них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи, и там же адрес электронной почты, на которой вы можете присылать свои письма. С вами был Святослав Савенков, берегите себя и до встречи.